Лето Какой бюджет потребуется для свадьбы Если молодожены решили самостоятельно ее оформить По итогу-то не получится Что все это затратно будет То есть сейчас же, как мы знаем Цены у нас растут И материалы у нас сейчас далеко не дешевые На самом деле материалы в любом случае Выходят всегда дешевле, чем заказывать У кого-то Сделать на заказ, либо покупать готовое Это во-первых, во-вторых, можно подобрать Даже если вы хотите очень сильно сэкономить Можно подобрать самые бюджетные варианты Но не менее интересные, не менее оригинальные Просто фантастически красивые Например, приведу такие примеры, как Шары из ниток, обматывают воздушные шары Нитками, получается, можно составлять Большие композиции Шары сдуваются, вытаскиваешь и остаются каркасы красивые Да, 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 то есть вот это всегда воздушно Романтично, можно бумажные цветы придумывать То есть это как раз такие варианты Которые самые бюджетные Плюс, если заниматься оформлением свадьбы Самостоятельно, то можно сэкономить На более дорогих вещах Как можно провести шикарную свадьбу При этом арендовав шикарный ресторан То есть это там царские люстры Царские шторы И 30 человек, да, на 30 человек вы потратите 100 тысяч рублей От 100 тысяч, ну или примерно эту сумму А можно на эти, даже не за эти же деньги А вот эти 30 человек привезти в уютное кафе При этом оформив это кафе Как раз теми композициями потрясающими То есть заняться оформлением свадьбы самостоятельно И потратить на это в два раза меньше денег 50 тысяч, а на само оформление На сами материалы, то есть уйдет 4-6 тысяч максимум То есть это очень сильно сэкономит И при этом вы получите самое что ни на есть Шикарный результат за небольшие деньги Если молодожены действительно все делают сами С какими ошибками они чаще всего сталкиваются? Какие у них проблемы возникают при оформлении? Самые большие ошибки это отсутствие материалов То есть, да, сталкивается пара с тем, что Это кажется, чтобы оформить бокал, нужен бокал, нужна лента На самом деле это не так, чтобы посыпать бисером, да, украсить бисером бокал Нужен клей специальный, нужно знать, где этот клей купить Какой именно клей не отлетит Если речь идет о приглашениях, то это нужны различные листы Да, то есть отсутствие материала Второе, это отсутствие навыков, естественно Можно смотреть мастер-классы в интернете Можно к кому-то идти учиться это делать По чьим-то руководствам И третий момент, это самая такая прям беда, вот я называю Это когда люди не верят в себя А вообще молодожены как-то в этом году стали чаще к вам обращаться или реже, чем в предыдущем году? Так же, то есть молодоженов количество их не уменьшилось То есть то, что кризис, да, люди не стали меньше выходить замуж Единственное, очень остро встает вопрос, конечно, экономии Больше хотят уже сэкономить Как раз тут приходит помощь хендмейд Да, мне кажется, сейчас хендмейд такой бум Бум хендмейда и можно даже по крупицам создать уникальный стиль Предлагаю посмотреть сюжет про Хабаровчанку Которая самостоятельно оформила свою свадьбу И тоже готова поделиться секретами О том, каково быть флористом и дизайнером в одном лице Виктория Петрова знает не понаслышке Она разработала оформление своей свадьбы без помощи специалистов И все задумки притворила в жизнь Результат настолько понравился гостям, что буквально на следующий день Ее засыпали предложениями Дизайнер считает, такой подход к организации торжества Не только экономит бюджет, но и раскрывает таланты Я сделала себе и украшения, и букет, и бутоньерку супругу Украшения на голову, на шейку Сшила подушечку Ну то есть много-много этих мелочей И оказалось, что это абсолютно не сложно И плюс еще в финале выяснилось, что это достаточно бюджетно Потому для мастер-класса Виктория выбрала наиболее экономичный вариант Для работы понадобятся краски, которые используются для оформления стекла и керамики Клеевые трафареты, контур для придания объема и фатин При желании можно все элементы заменить на подручные К тому же на примере оформления такого бокала Можно будет также оформить шампанское Или оформить какие-то вазы, которые будут на столе Ну то есть это такое базовое украшение, которое присутствует на каждой свадьбе И на заметку, вместо фатина можно использовать искусственные лепестки Они отлично украсят свадьбу в цветочном стиле Или добавят нотку романтики в любой свадебный аксессуар Так что было бы желание, решение всегда найдется Экспериментируйте на здоровье Если говорить теперь уже о стилях Вот, Алена, расскажи, пожалуйста, какие из них самые популярные, в принципе, в Хабаровске И есть ли в нашем городе магазины, лавочки, мастера, с помощью которых можно воссоздать нужную нам атмосферу? К сожалению, в Хабаровске был и остается самый популярный стиль, это просто двуцветная свадьба В основном молодожены выбирают белый цвет основной И к нему там хочу белокрасную, хочу белооранжевую И они не понимают, что если они к белооранжевому добавят просто апельсины А лучше засушенные апельсины, а лучше еще привязать к этому корицу То уже можно создать более глобальную идею, нежели просто бело-красная, бело-синяя То есть в основном сейчас именно двуцветные свадьбы наиболее частые Но если говорить именно о стилях, то сейчас такую большую популярность набирает рустиковая Рустикальная свадьба, стиль рустик Поподробнее Это деревенский стиль, это мешковина, это бечевка Самобары стоят Полевые цветы, то есть это вот такие натуральные природные материалы Это очень на самом деле красиво, это потрясающе Особенно если делать это на природе, то есть не в ресторане Хотя в принципе и в ресторане, в кафе можно оформить Но на природе это будет просто бомба И при этом рустикальная свадьба Почему, наверное, сейчас это популярно, да, в пик кризиса Потому что можно сэкономить точно так же Вместо дорогих цветов, да, мы берем просто полевые Они растут у нас под ногами Вместо дорогих материалов, вместо вот этой вот роскоши, да, такой потрясающей Мы берем обычный природный мешковину, бечевку То есть вот такие материалы, которые в принципе дорого не ставят Но выглядят очень эффектно на самом деле Ну и в принципе в такой свадьбе, кажется, наши русские традиции все вспоминаются Конечно Да, 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 просто потрясающая сказка получается Ну что ж, туда можно сейчас закрепить полученные знания Тем более мы составили топ-5 свадебных стилей этого года Предлагаю как раз посмотреть Итак, первый тренд – пастельные тона Проявляться они могут во всем От цвета бутоньерки до платья невесты И вовсе не означает, что палитра свадьбы станет еле различимой Такие оттенки отлично сочетаются с яркими акцентами А декораторам дарят невероятный диапазон для творчества Тренд номер два Эко-стилистика, свежие краски, гармоничная атмосфера и естественная красота То, что всегда будет популярным Тем более часть элементов для оформления фотозоны уже есть Осталось только выбрать место И еще акцентами могут стать вполне себе непримечательные растения К примеру, хлопок или мох На третьем месте цветочные принты Вечная классика, что тут скажешь Подобные элементы отлично подойдут для украшения, приглашений и полиграфии Конвертов, меню, подложек, упаковок Кстати, свадебный торт с использованием цветочного паттерна станет изюминкой всего дизайна Экзотика четвертая Такую свадьбу каждый гость запомнит надолго Пестрые цвета, кричащие аксессуары и в качестве банкетного зала – пляж А что, вполне себе экономично Ну а если серьезно, обратите внимание на мелочи Шрифты должны быть простыми, ткани для арки плотными, торты многоярусными и броскими Ну и животные вам в помощь И замыкают пятерку трендов этого лета сырные столы Да, вы не ослышались, они пришли на смену сладким угощением Достойную пару для них подобрать несложно Это могут быть фрукты, свежеиспеченный хлеб или галеты Все, что душе угодно И обязательно подпишите каждый сыр, чтобы гости точно знали, что они пробуют Ну вот не знаю, как ты, Ульяна, лично я пару стилей себе записал на заметку На будущее, да, да Алена, расскажи, что кардинально нового появляется в оформлении свадеб В оформлении, что невесты перестали бояться экспериментировать Вот это просто потрясающе То есть раньше просто была белая свадьба, белое платье и все Сейчас появились магазины, появились действительно мастера, которые могут воплотить любую мечту И любая свадьба уже может стать интересной То есть невесты уже не боятся, да, они хоть из кинофильма сюжет могут взять Из кинофильма, из мультфильма на самом деле, да, великий Гэтсби, да, книжка Либо там Алиса в стране чудес уже не боятся абсолютно экспериментировать И любые там, либо какие-то страны, да, тематика стран, ирландская свадьба, украинская свадьба Ну допустим, вот эту молодожену нас сейчас смотрят И все-таки они решили воспользоваться советом сделать все самим Вот какое ты можешь дать им наставление? Не бояться В первую очередь верить в свои собственные силы и относиться к этому, как к созданию своей сказки К своего маленького рая, да, то есть получать удовольствие, прям наслаждение от процесса самого оформления Это очень интересно на самом деле Ну что ж, Алион, спасибо вам большое за интересную беседу Мы уверены, что многие молодожены действительно воспользуются твоим советом Большое тебе еще раз спасибо за интервью Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok